всем добрый день дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале сижу вижу меня зовут я на и на сегодняшний мастер-класс я хочу вам предложить универсальный беспроигрышный вариант узора который мне самой безумно очень нравится и для того чтобы его связать нам необходимо набрать на спицы количество петель кратное 12 2 петли для симметрии и 2 кромочные петли высоту этот узор состоит из четырех рядов но мы будем вязать его в шахматном порядке поэтому он составит 8 итак давайте приступать для своего образца я набрала всего лишь один рапорт этого будет достаточно чтобы вам продемонстрировать его в полной мере 2 петли для симметрии и 2 кромочные петли и прежде чем мы начнем его вязать мы провяжем один простой установочный ряд мы находимся на изнаночной стороне узора и провязываем нулевой ряд кромочную переснимаем 2 лицевые и 4 изнаночные петли повторяем эту же комбинацию две лицевые и 4 изнаночные в конце две петли для симметрии мы провязываем лицевыми петлями в конце кромочная провяжу ее изнаночной мы перешли на лицевую сторону узора и приступаем к первому ряду кромочная первые две петли изнаночные следующие две петли мы должны провязать с наклоном вправо для этого мы переворачиваем эти петли провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку следующие две петли нам надо провязать с наклоном влево мы их провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку далее у нас снова 2 изнаночные петли и 4 лицевые 1 2 3 и 4 петли симметрии мы провяжем изнаночными петлями в конце кромочная второй ряд изнаночная сторона все изнаночные ряды мы будем вязать по рисунку в данном случае это 2 лицевые петли 4 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и 2 лицевые в конце кромочная третий ряд кромочная 2 изнаночные далее у нас идут 2 лицевые петли мы должны вытянуть длинную петлю между этих двух петель но на ряд ниже вот это отверстие сюда мы вставляем спицу и вытягиваем длинную петлю далее 2 лицевые и нам нужно теперь вытянуть еще одну длинную петлю мы возвращаемся в это же отверстие вставляем спицу подхватываем рабочую нить и провязываем еще одну длинную петлю далее 2 изнаночные и 4 лицевые петли петли для симметрии мы провязываем изнаночными 2 изнаночные петли и кромочная 4 изнаночный ряд как и все изнаночные ряды мы будем провязывать по рисунку 2 лицевые 4 изнаночные 2 лицевые и 4 изнаночные петли в конце 2 петли для симметрии мы провязываем лицевыми и кромочная 1 раппорт высоту мы провязали теперь мы будем смещать рисунок в шахматном порядке и приступаем к пятому ряду кромочная 2 изнаночные 4 лицевые далее снова 2 изнаночные и следующие две петли мы должны провязать с наклоном вправо переворачиваем эти две петли надеваем обратно и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку следующие две петли с наклоном влево мы провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 петли для симметрии мы провязываем изнаночными и кромочная 6 изнаночный ряд как и все изнаночные ряды мы вяжем по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 4 изнаночные и 2 петли для симметрии мы провязываем тоже лицевыми в конце кромочная 7 ряд кромочная 2 изнаночные 4 лицевые снова 2 изнаночные и далее мы должны добавить 2 петли которые мы убавляли в пятом ряду итак между этих двух лицевых петель находим вот это отверстие вставляем спицу и вытягиваем длинную петлю далее 2 лицевые и нам нужно добавить еще одну петлю возвращаемся в это же отверстие вытягиваем петлю и на этом заканчиваем наш раппорт 7 ряда 2 петли для симметрии мы провязываем изнаночными в конце кромочная и заключительный 8 ряд изнаночный ряд который мы провязываем по рисунку 2 лицевые 4 изнаночные снова 2 лицевые и опять 4 изнаночные и в конце 2 петли для симметрии мы провязываем лицевыми ну вот мы провязали 8 рядов это два раппорта в шахматном порядке высоту ну а теперь давайте поподробнее рассмотрим образец побольше вот такой вот замечательный узор у нас получится если провязать его повыше можно назвать его своеобразной имитацией косички но она намного мне кажется интересней смотрится и современнее также этот узор не потребляет много пряжи на себя вяжется он как вы увидели очень просто запоминается моментально и подойдет он действительно ко многим многим изделиям начиная от носочков заканчивая какими-то сложными плечевыми изделиями а также юбками жакетами и шапочками многим многим другим вот так этот узор смотрится с изнанки просто рекомендую вам взять его на заметочку потому что изделие с этим узором смотрится великолепно этот узор обладает небольшим стягивающим эффектом поэтому для него я решила подобрать пряжу в которую входит 50 процентов хлопка плотность этой пряжи составляя 220 метров на 100 грамм и провязала я этот узор спицами три с половиной миллиметра в диаметре ну а на этом мастер-класс я заканчиваю если вам понравился узор не забудьте отметить это пальчиком вверх подписывайтесь на канал те кто не подписался а также нажмите на колокольчик чтобы он оповещал вас о выходе нового узора на канале а я благодарю вас за внимание и до скорых встреч всем пока